Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог» и я ее ведущая Мария Кузьмичева. Совсем недавно мы с вами стали свидетелями, а многие и участниками прямой линии с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Более двух с половиной миллионов звонков и обращений поступило на горячую линию. Конечно, россиян беспокоят множество тем. Но главную тему, конечно, занимает проблема ЖКХ и жилищного строительства. Мы не смогли обойти эту тему стороной и пригласили специалиста, который поможет нам разобраться. Сегодня в гостях у нас депутат Совета депутатов Люберецкого округа, председатель постоянной депутатской комиссии по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию Артем Игоревич Каханый. Здравствуйте, Артем Игоревич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете те задачи, которые поставил президент для финансовых и строительных ведомств? Задачи, конечно, сложные. Задачи должны решиться в кратчайшие сроки. Но они выполнимы. Выполнимы, если мы будем со всей ответственностью относиться к новому закону, к формированию системы, по которой будут работать застройщики и банки. На сегодняшний день у нас в работе, я имею в виду в нашей стране в работе, порядка 79 миллионов квадратных метров, которые готовятся к сдаче. Через год эта цифра должна увеличиваться до 88 миллионов. К 2024 году цифра должна составлять 122 миллиона квадратных метров. Это немалое жилье, вводимое жилье, и нужно подойти к новому закону очень обстоятельно. На сегодняшний день очень много проблем в строительной сфере связано с тем, что застройщики принимают деньги от участников долевого строительства и не выполняют свои обязательства. Новый закон должен решить эту проблему. У нас был постепенный переход от старого 214 федерального закона, где были договора долевого участия, которые регистрировались в Рекпалате, а теперь в Росреестре, к новому закону, где застройщики и дольщики будут уже работать со скроу-счетами. Что это такое, я сейчас вам вкратце объясню. Значит, это трехсторонняя сделка – застройщик, банк и дольщик. Деньги, которые дольщик посредством ипотеки, либо посредством своих сбережений относит на специальный счет, так называемый скроу-счет в банк, застройщик не может к нему прикасаться, пока не выполнит свои обязательства, а именно не ведет объект в эксплуатацию. По факту, участник долевого строительства, он же дольщик, так называемый, может забрать деньги только в случае, если застройщик не выполнил свои обязательства. Пока не предусмотрено, как, если вдруг дольщик передумал, как ему забрать уже с действующего проекта деньги, но к этим деньгам не будут иметь возможности прикоснуться. Я говорю сейчас не про порядочные компании, а про те компании, которые как раз создают проблему обманутых дольщиков. К сожалению, в большинстве случаев это мошенники, которые вывели деньги под другие проекты, либо под предлогом, что они не смогли справиться с экономикой проекта. Но, тем не менее, в большинстве случаев это связано с криминальной составляющей. Но, тем не менее, не стоит не брать во внимание там, где просто застройщики являются дилетантами, которые не смогли просчитать экономику на заходе в проект. К сожалению, Люберецкий район не является исключением. У нас также достаточно проблем с обманутыми дольщиками. И хочется сказать, что как в Люберецком районе, так и в городском округе Люберцы постоянно решаются проблемы. Каждый год либо идет, скажем, достройка объекта, то есть находят компании, которые инвестируют свои деньги в строительство, либо какие-то бюджетные источники финансирования, что намного сложнее. Я остановлюсь на этом чуть позже. Так и предоставление квадратных метров уже в строящихся, либо существующих жилых комплексах. Я поняла. А как обычному обывателю, жителю понять, что неблагополучный застройщик? Как это проверить? Во-первых, существует куча систем в интернете, по которым вы сможете сделать вывод по любому юридическому лицу, стоит с ним связываться или нет. Это первое, на что нужно обратить внимание. Во-вторых, нужно воспользоваться услугами юриста, потому что покупка квартиры – это, как правило, одна из самых серьезных покупок в жизни для большинства людей. Поэтому нужно не сэкономить, а воспользоваться услугами юриста, чтобы юрист посмотрел все документы, которые есть на руках у застройщика. Как решится вопрос теми, кто уже стал обманутым дольщиком? Как я уже сказал, мы постоянно решаем этот вопрос. Как правило, правительство Московской области вместе с администрацией городского округа Люберцы, ну, либо любого другого муниципального образования, ищут инвесторов, которые достраивают объекты. Часть инвесторов достраивают и продают уже квартиры, которые остались в жилом комплексе. Но, как правило, такого не бывает. Как правило, все квартиры уже проданы. Так правительство идет, Московская область идет на следующие шаги. Сокращает обременение по социальной нагрузке для застройщика. Потом за эти деньги строится детский сад, либо школа, которая необходима застройщикам для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию. А они на эти деньги достраивают объект, в котором числятся обманутые дольщики. Скажите, а вот этот трехсторонний договор, который мы сейчас обсуждали, он для всех банков будет типовым, либо каждый банк сможет вносить какие-то свои изменения? Вы знаете, я поинтересуюсь. Я сейчас не готов дать ответ на этот вопрос, потому что еще даже нет пилотной программы по эскроу-счетам. Она должна вот с июля запуститься несколько проектов, которые будут работать по этим счетам. И я думаю, что это будет типовой документ, в который можно внести какие-то изменения, но незначительные, которые не идут в разрез с федеральным законодательством. По банкам я вам хочу сказать, что сейчас последние три года мы наблюдаем зачистку банков, то есть Центробанк справляется с этой задачей. Каждый день какие-то банки закрываются, которые вели неправильную свою деятельность с ошибками, либо там, где был непосредственно вывод денежных средств людей. Но вообще ситуация с банками действительно очень странная в последнее время. Как не нарваться обывателю на банк, который завтра могут закрыть? Я думаю, что уже к концу года будет понятен перечень банков, которые будут работать по этой системе. А вообще, чтобы работать по искроу-счетам, у банка должно быть очень серьезное резервирование денег в Центробанке. Поэтому я думаю, что не больше, чем с десяток банков, которые являются передовыми в России, смогут себе позволить работать по такой системе. Ну, я бы хотел начать немножко с другого. Все думают, что в рамках нового закона цены на жилье вырастут. И да, наверное, где-то это так. Это будет тенденция, она продлится где-то от полгода до года, но не больше. И опять-таки, я более чем уверен, что большинство сейчас стабильных застройщиков без проблем, без повышения цены пройдут через этот период. Через небольшой промежуток времени цены останутся на том же уровне, как и были, а то и меньше. Так как застройщик берет деньги у банка, соответственно, дольщик берет деньги тоже у банка, вся эта система находится внутри банка. Соответственно, риски понижаются, и ставка по ипотеке приближается к ставке рефинансирования. Поэтому, что со стороны застройщиков, себестоимость не то, что она где-то сильно увеличится, а то есть будут абсолютно понятны. Если покупают квартиры стабильные, хорошо у тебя открываются искровщита, значит, у тебя будет плавающий процент ближе к ставке рефинансирования. Если, соответственно, человек дает абсолютно чистые документы в банк, все хорошо, его проверяют по всем базам, то у него также ставка по ипотеке приближается к ставке рефинансирования. Соответственно, ипотека будет работать только в лучшую сторону. То есть, если мы отметаем застройщика, то есть у него проблем быть не может. Если ему уже дали на сегодняшний день проект на финансирование, значит, он добропорядочный, и можно сказать, что этот объект будет достойным в любом случае. Даже если застройщик где-то не справится с чем-то на каком-то этапе, то достроит банк. Соответственно, остается только сам заемщик ипотеки. Если у него все в порядке с документами, то и процент по ипотеке тоже будет низкий. В этом случае как будет работать материнский капитал? Так же, как и работал. Без проблем. Хорошо. Когда вступит в силу этот закон? Ну, закон вступает в силу с 1 июля 2018 года. В 2019 году также будут поправки к этому закону, которые нас приведут к тому, что застройщики будут продавать к 2020 году уже только готовое жилье. Если застройщик протянется сроками сдачи, какая-то компенсация будет покупателю? Я думаю, что, конечно, да. То есть, возможно, возможности забрать деньги, если его уже не удовлетворяет, что он что-то ждал и уже хочет купить в другом месте. Это первое. Второе. Также ему будут выплачиваться неустойка. Это абсолютно рабочая на сегодняшний день схема. Мне, например, известны случаи, когда человек, у меня знакомый есть, он уже как год должен был получить ключи и до сих пор не получает, и не может выиграть суд. Почему это происходит? Это не единичный просто случай. Скорее всего, я не знаю, это находится в Удюберецком районе? В Котельниках. В Котельниках. В Котельниках случайный нежилой комплекс белые росы. Это я не могу сказать. В Котельниках также существует ряд проблем. Во-первых, это проблема с белыми росами. Там, где были поставлены многоэтажные жилые дома на землях, предназначенных под общественное деловое обслуживание, их не могут ввести. А изменить назначение земли также какие-то проблемы у застройщика с документами, что он этого сделать не может. Поэтому там проблема серьезная. Также на сегодняшний день ужесточился регламент по вводу объектов в эксплуатацию. Как и у Госстроенадзора в получениях заключения о соответствии. Как у Госстроенадзора, я имею в виду ЗОС, так и ввод со стороны Минстроя правительства Московской области. Надо собирать множество справок о выполнении этих условий, согласований по аэродромам, культурному наследию и так далее. В Москве уже давно действуют все регламенты, как нужно их получать. Теперь и Московская область тоже пришла к этому. Но так или иначе, просто этим нужно заниматься, нужно иметь людей. Я имею в виду застройщика. У него должен быть штат, который может это сделать. Перейдем к более приятной теме. Скажите, где на данный момент в Люберцах и в округе происходит застройка? Застройка происходит во многих частях городского округа Люберца. Как правило, есть и объекты, которые сроки строительства нарушают, и есть, которые сдают срок или даже раньше. К таким мы отнесем тот же самолет-девелопмент, либо тройку РЭД Новокроскова, Иск-Ареал, это жилой комплекс Ареал одноименный. Также речь идет о реализации программы компании САС, это 1.1.А. Сроки не нарушаются, но, к сожалению, в Томилино идет нарушение сроков. В том строе нарушают сроки. С чем это связано вообще, эти сроки? Почему не могут вовремя сдать? Как правило, в строительстве в основном одна проблема – это финансирование. То есть нужно здраво оценивать свои возможности, и нужно работать с банками. Многие застройщики просто не умеют работать с банками в этом направлении. Либо они надеются на одну себестоимость, а у них вылезает другая себестоимость, что ведет иногда и к самому плохому – это создание проблем обманутых дочек. Но сейчас решается проблема, держа устрой инвеста, достроили, дом был введен. Сейчас долгожданный жилой комплекс Заречья, который компания АИНТ не могла достроить, 5 лет тоже достраивается путем инвесторов, все делается путем инвесторов. Но также остаются еще проблемы и по поселку Октябрьский. Хоть там была проведена работа в последние три года, очень большая, но остается все равно множество семей, которые нужно предоставить долгожданное жилье. Хорошо. Есть еще тема, которая беспокоит очень сильно люберчан – это тема дороги. Давайте мы немного о ней поговорим. Насколько мне известно, сейчас разрабатывается проект по Октябрьскому проспекту. Что там будет? Будет дополнительные полосы по Октябрьскому проспекту, поэтому сейчас не согласовываем застройку. Дальше от красных линий красные линии не двигаются, потому что идет согласование только по проекту расширения. Это первое. Второе. Сейчас в этом году будет утверждаться генплан городского округа Люберцы. Соответственно, я думаю, что как только будет утвержден в Московской области генплан, а также и Советом депутатов, окончательные работы по проекту будут сделаны, и уже к 2019-2020 году мы выйдем на работу по расширению Октябрьского проспекта. Артем Игоревич, вы являетесь еще президентом благотворительного фонда «Либерецкий квартал». И в этом году у нас начали вы устанавливать на домах ветеранов памятные таблички. Жителям эта идея очень понравилась, и они вот интересуются. До них дойдет очередь вообще, где будут в ближайшее время еще устанавливаться таблички? Ну, вначале мы с моими коллегами, а также с фондом «Либерецкий квартал» сделали это в рамках нашего первого избирательного округа под коллегами, я подразумеваю, депутатов по этому округу. Это Климанов Александр Александрович, Кисова Наталья Геннадьевна и Троицкий Леонид Александрович. Мы вынашивали эту задумку давно, но, к сожалению, реализовать ее получилось только сейчас. Я думаю, что мы во всем городском округе Люберцы сделаем эти таблички, потому что все должны помнить и все должны гордиться тем, что сделали эти люди. Артем Игоревич, что Вы можете пожелать нашим ветеранам? Ну, я могу только пожелать здоровья и благополучия, а так, чтобы они больше времени проводили со своими внуками, уже правнуками и рассказывали им, через какой этап пришлось пройти нашей стране к сегодняшнему благополучию. Артем Игоревич, к сожалению, время эфира нашего уже подходит к концу. Спасибо, что пришли к нам. Было очень приятно побеседовать. Взаимно. Спасибо, Мария. Напоминаю, Вы смотрели программу «Открытый диалог». В студии была я, Мария Кузьмичева. А сегодня в гостях у нас был депутат Совета депутатов Либерецкого округа, председатель постоянной депутатской комиссии по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию Артем Игоревич Каханы. Будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин